И все привет ребят, с вами Мистер Ваник и я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас новый игровой видеоролик, который посвящен Викинга Рикошету. Именно это вооружение хотелось бы мне рассмотреть сегодня. В относительно недавнее время данное вооружение, когда у нас еще был матчмейкинг 16 на 16, имел очень большую популярность. Да и вообще в принципе в последнее время довольно большое количество игроков играет на Викинга Рикошете и на прочих вооружениях, связанных с корпусом Викинг. Сейчас данный корпус стал еще более актуален, многие игроки его считают как за потенциально самый удобный корпус в игре. И поэтому сегодня мы рассмотрим данное замечательное вооружение, рассмотрим Рикошет с Адреналином. Когда-то что-то подобное я уже тестировал, но как бы время идет и со временем такие вооружения в какой-то мере становятся где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. И поэтому мне бы сегодня хотелось бы рассмотреть все-таки на этот самый замечательный Викинга Рикошет. При том раскладе то, что я в последнее время на нем уже не играю. Все-таки у нас как бы закончились эксперименты с 16 на 16 матчмейкингом и теперь уже 8 на 8 я играю на условном хоппере и на никаких Викингах я уже не раскатываю в матчмейкинговых катках. Поэтому сегодня мне будет вообще интересно, что покажет данное вооружение. Сыграем в захвате флага, сыграем в контроле точек. Посмотрим в двух, наверное, таких стандартных форматах это вооружение. Нагибает оно сейчас, до сих пор не нагибает. Что касаемо дрона, то я здесь выбираю, конечно же, защитника. Как более сейвовый, более удобный, более спокойный, да, дрон для среднего корпуса. Ну а по рикошету адреналин, конечно, дефолт, как по мне, самое удобное, самое лучшее устройство. Поэтому посмотрим, что у меня получится. Будем играть, как всегда, конечно же, на агрессию. Может быть, где-то попробуем порезнуть немножко противника. Ну, победа превыше всего, поэтому я думаю, что сначала стоит все-таки повести по счету, а потом уже смотреть на какие-то другие моменты. Здесь я, конечно же, профессионально, как всегда. Ну, как я умею. Падаю в минус. Конечно, честно говоря, я не думал, что я упаду на викинге-то тяжелом. Еще и в минус такой аппетитный, сочный, нагибаторский. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что по устройству мне здесь не придется ничего, наверное, таки, менять. И карикошет с тяжелым будет неплохо себя показывать. Ну, на всяких подъемах, знаете, как бывает неприятненько, когда там летят всякие выстрелы, сбивается траектория, корпусы там, и все. И все в этом духе, короче. Поэтому я думаю, что здесь по дефолту будем катать на викинге тяжелом. Ну, я, конечно, немножко глупо сделал. Ну ладно, надеюсь, что мои тиммейты меня подстрахуют. И не будет такой ситуации, что сейчас просто они поставят первый флаг. Из-за моей глупейшей... Тупейшей, глупейшей ошибки. Давайте попробуем сейчас вернуть. Ой, 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 где взял? Коппер застопал. Ну ладно, ничего страшного. Все равно мы возвращаем. Самое главное в этом моменте было, конечно же, вернуть флаг. 6 киллов у меня уже. А что касаемо флагов, то мы до сих пор не открыли счет. И это очень-очень плохо. Надо как-то стараться пытаться увозить флаг. Кто-то еще до сих пор играет на викинга арте, которая уже, к сожалению, вообще не нагибает. Ну ладно, овер у меня есть. Можно попробовать дернуть. Но я думаю, что без реализации овердрайва надо увозить. Потому что здесь реализовывать овер по сути не на кого. Пробуем просто увезти. В надежде, что мои тиммейты вернут флаг. Как вы думаете, сумеют ли мои тиммейты вернуть флаг? Так, госпожида резкая, дерзкая летит. Потому что бешеная на меня. Надеюсь, что тиммейты вернут. У меня аптечки нету, хп не так много. Надежда лишь на супер-мега-крутых тиммейтев, которые должны реализовать моменты. Вот сейчас видите, просто прожмёт овер. И я полечу на респ. Наверное. Может не полечу. А, да, все, выбер. Еще и хоппер. Ясно. Кп и так было мало. Еще и взял меня хоппер чпокнул. Ну печально, что я могу сказать. Начинать с 0.1 катку. Еще и на такой замечательной карте. Ну такое, ну такое. Реализация начинает потихо хромать. Так, ну ладно. Не стоит расстраиваться, отчаиваться. Берем вот так вот, нажимаем. На замечательную кнопочку здесь. У-у-у. Как вот жестко. Мол, на человеку начинает срать миночки. Так я его слить, не? Как вы считаете? Считаю, что надо его отреспить. Сейчас он там ставит, так будет мины. А, там у него еще и тут стоят мины уже. Так, мне надо как-то... А, уже 0.2 летим, я понял. Надо было как-то его слить. Но у меня какая-то команда, походу, не собирающаяся выигрывать сегодня в этом бою. Поэтому тогда будем немножко акцентировать внимание уже на своих очках. И на том, как мне попробовать хотя бы, ну, не сыграть эту катку по-печальному с нулем в графе команды, да? Хотя бы один флажочек поставить-то надо. Мне для этого надо постараться как-то слить викинга рельсу, которая там очень много уже мин поставила. Я думаю, что еще больше поставит со временем. Но противник уже увозит третий флаг, и это похоже на турбо-сливную катку. Турбо-сливная каточка получается у нас. Может, или не турбо-сливная. Так, ну, немного. У меня такого чебурека надо слить. Если я его не сливаю... Опа! Очень хорошо. Так, слил. Ну, теперь можно будет уже заехать и увезти флажочек хотя бы один. 14.7. По киллам, по очкам вроде как неплохо. То есть, как бы, эти показатели на таких вооружениях всегда примерно в хорошем балансе. То есть, здесь нет никаких проблем с киллами. Это всегда реализуется неплохо. А вот что касаемо... Увозов? Пока что шансов как-то... Ну, я бы сказал, крайне мало. Крайне мало шансов. На увозы. Пока что как-то реализация, ну, такая. На двоечку. Еще этот молодой человечек. На своей викинг-горельцой. Куда он делся? Куда он делся на своей викинг-горельце? Ну, вроде никто не слил. Где-то спрятался. А, вот он. Вижу. Кто-то пытается меня слить. Как-то не надо пытаться увозить, я не знаю. Я не знаю уже, что робить в этой катке. Мне хотелось бы ее слить хотя бы не в ноль. Но у нас флаг, как всегда, уходит. Все, у нас уходит флаг. То есть, попахивает чем? Попахивает жареным. Попахивает моим сливом. Бесшансовым. Абсолютно. Бесшансовым сливом. Попахивает. Чептеки нету. Ну, сейчас стычка будет. Какой-то хоть будет. Опа. Что, возврат? Давай, возврат. А, нет. Какой-то возврат там, я на у нашего тиммейта нету. Ой, я понял. Да. Ну, и такие каточки бывают, что поделаешь. Такие каточки тоже бывают у нас. Но по киллам и по резистам сейчас в матчмейкинге, конечно, ну, вообще не отрезок. Вообще абсолютно без резов играю. В этом плане, конечно, каев. В этом плане, конечно, каев, что можно неплохо-то киллы давать. Но проигрыш есть проигрыш. Катку-то я не выиграл. Поэтому вооружение-то может быть и дефолтно неплохое. И реализовывать его можно, да, как бы, никаких рикошет. Такое среднее, дефолтное, хорошее вооружение. Но проиграть проиграли. Посмотрим, что будет сейчас в контроле точек. Я надеюсь, что, ну, будет как минимум получше, чем в этой катке. Может, что сливать вторую подряд-то будет, ну, прям, максимально некрасиво. Максимально неаппетитно. Ооо, какую мне катку запикивает. Начатая катка, и мы тут летим 3.16. Давайте попробуем камбэкнуть. Я не знаю. Каковы здесь шансы на камбэк? Как вам кажется? Есть у меня тут шансы на камбэкную? На камбэкную шансы есть или нет? Попробуем. Не знаю. Так, 2 точки захватили. Ну, по сути, надо по 3 точки захватывать. Тогда потихонечку, потихонечку камбэк пойдет. Эти 3 точки надо еще как-то захватить. Ты там расскажешь, что мы 1 захватили, и у нас уже ее сразу быстро скручивают в обраточку. Ладно. Нам надо как-то на встречных курсах сейчас поиграть с противника. Не будут шансы хоть какие-то. А, ну, топает их. Хантер и Хоппер. Значит, так как-то чпукует прям очень жестко. Пока что какие-то не супер аппетитные каточки попадаются. Но, блин, я все же закипался, я не буду перепикивать, конечно же. Значит, попробуем. Камбэк, это вообще в контроле точек легко. Главное просто стараться чуть больше брать точек. И все. Это все-таки не захват плага. Здесь можно буквально за минуту поменять весь... Весь их... Замечательный счет. И все их преимущества. Но пока, конечно, не пахнет камбэком. Даже близко. Полторы минуты еще есть, конечно. Но что-то как-то в матчмейкинге все больше и больше попадается таких замечательных тиммейтов, которые, ну, я вообще не понимаю, что делают в этих боях. Но они как будто не на команду приходят играть, а я не знаю, он у вас лежит в минусе со счетом каким? 4.11. У нас вон там генерал-майор и то лучше старается, пытается выигрывать каточку. Как-то, ну, все, уже по точкам. Брески к своему логическому завершению. Давайте хотя бы овер попытаемся реализовать. Давайте попробуем хотя бы овер реализовать. Хотя бы овер-други реализуем. Ладно, не успел я. Так, ну и ладно. Эта катка вообще тут по ней судить нечего. Печальная тема. Абсолютно жестко. Не сочная. Давайте нормальную дефолтную катку мне. Но даже если бы это была бы катка с самого начала, я думаю, что уже можно было бы реализовать. Неплохо и викинг, и пушку. Моя проблема, наверное, больше на викинге, то, что я редко прожимаю овер-драйвы. Надо больше их прожимать. То есть я пытаюсь там всегда найти, чтобы было побольше противников. Чтоб там 4-5 танков с респа унести. Чтоб это как-то круто выглядело. И чтобы я много заформил. На самом деле надо наоборот. Чаще нажимать овер-драйв, чтобы не сидеть с этим овер-драйвом. Чтобы он у вас копился. И чтобы вы, по сути, реализовывали намного лучше. И овер-драйв, и корпус. То есть надо наоборот быстрее как можно, после того, как вы получили овер, его реализовывать. А не делать так, как я делаю. Это очень неправильная вещь. Лучше реализовать там на 2-3 танка. Быстро прожать, чем вы будете ждать полгода. Да? Пока у вас мог накопиться еще один овер-драйв. И вы все равно прожмете овер-драйв и убьете все равно эти же самые 2-3 танка. Только вы потратите на это минут 5. А могли потратить там, грубо говоря, полторы-две. Да? То есть лучше всегда старайтесь как можно быстрее прожимать овер. Ладно, короче, каточка у нас песочек. Очень хороший. Для таких вооружений. Я думаю, что можно будет попытаться еще сейчас чуть-чуть больше прижать противничка к риску. Но единственная, наверное, проблема в том, что сейчас может быть турбо-быстрая катка. Турбо-сливная от противничка. Потому что тут уже за минуту у нас 10 точек. И это попахивает быстрым лузом для противника. Но будем надеяться, что они сейчас камбэкнут. Постараются что-то сделать. Просто не хотелось бы, чтобы сначала были катки, где я быстро слил. Без шансово. А теперь я быстро выиграл, да? То есть, ну, конечно, это наш дефолтный матчмейкинг. Если так уж. Рассмотреть его. Это дефолтный матчмейкинг. Но обидно немножечко, что вот таких каток много получается. Записывать на игровых видеороликах. Так, ладно, давайте попробуем хотя бы вот того хантера. Или... Не, наверное, как бы овер как-то реализовать. Можно как бы начать с этого хантера как раз. Да. Начну с этого хантера. Дальше сюда на викинга. И все, больше некого, да? Вот сюда на титана. Можно было еще попробовать. Ну ладно, титан купол ставит. Так, 21.0. Противников начинают появляться резисторы от рикошета. Что, к слову, бывает очень-очень даже редко. Очень редко появляются резисторы от этой пушки. И это, наверное, одна из тех пушек, на которых сейчас можно, в принципе, неплохо покатать. Да, то есть без резов там вообще чисто с кайфом понаваливать на рикошетики. Ну, тот же Твинс там условно. Твинс вообще сейчас никто не использует. Хотя, как по камне, по балансу он должен вообще нормально сейчас так же, как его раньше нагибать. Может быть, скоро тоже Твинса посмотрим по Твинсу. Посмотрим на него, что он из себя представляет. Насколько жестко он там разваливает, не разваливает. Будет интересно почекать. Где год. Так, 29. Ну все. Очередная катка. Наверное, я больше не буду запускать каток. Что я вам могу сказать по викингу рикошету? Я могу вам сказать, что это стандартное вооружение, да, такое, знаете, как оно, что-то среднее. То есть это не суперсложное, ну и не супер там какое-то изёвое, да. И плюс по балансу оно тоже находится в такой средней мете. И если вы, например, любитель там рикошета или наоборот, вы человек, который там хочет первое для себя вооружение какое-то, да, получить и рассматривать, например, условный викинга рикошет. И он вам нравится, да, то есть не то, что, знаете, вы там из всего выбираете и просто думаете, что, да. То есть если вы из всего выбираете, то я бы там жигу бы посоветовал, не рикошет. Ну а если вам нравится вообще рикошет и вы выбираете вот, то есть, например, там с рикошетом сравниваете и, например, с громом, то я бы отдал бы своё предпочтение именно рикошету и всё это большинство, конечно же, связано с тем, что резистов просто от этого вооружения в матчмейкинге намного меньше и вам с этим вооружением будет где-то комфортнее, где-то проще, да, его реализовать. Плюс устройство, ой, не устройство, овердрайв пикинга также можно неплохо реализовывать. Ну, моментами, конечно, да, то есть я, это лоу скилл, который никогда практически правильно не прожимает эти овердрайвы на викинге. Их надо быстренько, быстренько, грамотно реализовывать, и тогда это будет более актуально. Что касаемо, в принципе, последующих игровых видосов, мне бы хотелось бы, чтобы вы написали в комментариях, что бы вы хотите вообще видеть, да, какие-то, возможно, вооружения, какие-то пушки, и если у вас что-то есть, если вы хотите, чтобы я что-то потестировал, высказал свою точку зрения, то обязательно пишите по этому поводу в комментариях. Ну, а я могу вам сказать, что я для себя, наверное, викинга-рикошет считаю как то вооружение, которое сейчас в матчмейкинге можно использовать, да, вот мне интересно было именно посмотреть, на что сейчас он способен 8 на 8, все-таки 16 на 16, с его овердрайвом на викинге можно было, очень грамотно реализовывать, а вот 8 на 8 сегодня, в принципе, мы полноценно вместе с вами все это дело увидели. Ну и, конечно, друзья, как только 150 лукасов набирается, тогда у нас уже сразу же выходит следующий видос. Надеюсь на то, что в комментариях будет что-то интересное, если вам там, например, что-то нравится, вы видите какое-то тоже вооружение, можете просто на него лайк тоже поставить, и мне будет понятно, что это интересное вооружение нужно протестировать в следующий раз. У меня, друзья, на этом сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok